Добрый день, Людмила. Здравствуйте. Возникло такое побуждение, наверное, в связи с такими вот событиями, развивающимися по целому миру. Вы рассказали события, какую-то все развивали, но после этого есть целый свят о съемах такого желания, да ты попитам. Да, я знаю, что у тебя были разные ситуации в жизни. Знам, что я съемал различные ситуации в твой живот. И я хотела пригласить тебя, чтобы ты поделилась. И бихи сказала, ты пока не даспу делишься с нас. Можешь рассказать, откуда вы приехали? Вы, наверное, три года, да, уже в Болгарии? Можете, да, не расскажут, когда ты пришли и сколько времени в Болгарии? Да, конечно, с удовольствием. Разберилась и с удовольствием. Мы уже в Болгарии четвертый год. Вече с ней в Болгарии четвертый год. И это была наша мечта, жить в море. И это была наша мечта, доживем близко до моря, где хороший климат, хорошее питание. И, конечно же, это было и желание, и нужда в связи с одними обстоятельствами, которыми бы я хотела поделиться. Мы, когда были у вас в гостях, видели очень красивые снимки вашей свадебной. Видели счастливые лица. У тебя двое детей, да? Димаш, двое детей, да. Сколько лет им? Старший будет 10 в этом году, а младший будет 9. Да, я видела фотографии ваши, ну, просто, ну, идеальная семья. В виде вашей снимки, извлежите, как это идеално семейство. Да, но я услышала, узнала о том, что в твоей жизни были и нелегкие времена. Ну, а с чухи знам, что в твой живот им еще много сложнее времена. Ты, наверное, догадываешься, да, о чем я сейчас говорю? Ну, знаешь, я думаю, в жизни любого человека есть и падения, и взлеты, и мы все время как на горках. Живот, она всякий один человек, и взлет, и падение, и они все смеются на американские горки. Я знаю, что в один день тебе поставили диагноз, да, тебе сказали, что у тебя рак. Я знаю, очевидно, что ты поставила диагноз, если сказали, что у тебя рак. И ты с этим справилась? Можно попросить тебя, чтобы ты поделилась вот этой ситуацией, и что ты тогда пережила? Можно ли, да ты помолен, да споделись с нас, с этой ситуацией, как вас и переживала тугава? Да, это было такое, как бы, как гром среди ясного неба события в нашей жизни. Потому что я узнала об этом случайно, не было никаких симптомов. Ну, мне стало плохо, и я просто решила пойти к врачу. Ну, все почувствовала лошадь и решила дойти до лекаря. По другой причине. По другой причине. И мне пришлось делать флюорографию. И направили их эмпиографию. И где выяснили уже, что, возможно, у меня рак. Вот, когда ты разбирала, что возможно, и вам рак. После, конечно же, сделали биопсию. Разбирались с этими направления биопсии. И подтвердили. И подтвердили, что вам рак. И, конечно же, когда я об этом узнала... Ну, ко мне пришел страх. Потому что у меня двое маленьких детей. И сразу я подумала, если я сейчас умру... Я не увижу, как они вырастут. Они женятся. Как они сейчас будут, если у них не будет мамы? Кто их будет воспитывать? Как мои родители будут потерять свою дочь? И эти мысли просто вот так начали бомбить меня. Но я верующий человек. И я вспомнила, что об этом говорит Бог. И я, конечно же, начала молиться. И я попросила моих друзей присоединиться. Помолиться с моти, приятели, действительно. То есть ты не закрылась в этот момент? То есть сейчас я затворила в сички в тот момент? Нет. Я обросилась за помощью. А у всеупорных он запоможет? Потому что я не знала, как действовать в этой ситуации. То есть у вас не знали, когда действуем в этой ситуации. И за меня помолились. И когда они молились, они попросили, чтобы Бог мне дал мир, который умом не понять. И когато те си молиха за мен, те помолиха Господа, аз да имам в сердцето си мир, който няма как да се разбере. Сверхъестествен мир. И он пришел сразу же. И той веднага дойде. И я начала задумываться о другом. Я започнах да мисля за нечто другое. Что все, что происходит в моей жизни, оно происходит для чего-то. Че всичко, кое-то се случва в моем жизни, то се случва по някаква причина. Я не стала спрашивать, почему, за что, почему именно я? Аз не питал Господь за что, как, за что именно аз. Такие мысли даже не приходили. Для чего? За что? Я поняла, наверное, я вот засиделась дома. В декретном отпуске. И кому-то нужен ответ. И, конечно же, я верила, что Бог, Он целитель. Я молила, что Бог меня может исцелить. Аз не молитв за то, что это меня исцели. Но я также верила в то, что Бог сделал такую профессию, как врач и доктор, и дал мудрости врачам. И суши такая вера, что Господь создал такую профессию, как это лекарь, врач, какой-то может им помогли. Да, и я верила в то, что я могу лечиться и быть здоровой. Можно вопрос тоже один. Я когда уверовала, это было в 90-е годы. И тогда я слышала, что Бог исцеляет, что мне нужно принимать никакие таблетки, лекарства. И вдруг я читаю книгу Джойс Майер. И она пишет о том, что ей поставили рак груди. И она помолилась, и Бог ей сказал, иди на операцию. Я подумала, ну как же так, мы же провозглашали, что Бог исцеляет. И я тогда получила для себя откровение, что важно знать, что Бог хочет для тебя. То есть, если Бог говорит, что Он исцелит. Но если Он говорит, иди обратись к врачу. Я поняла, что Бог хочет исцелить через врача. Да, в Библии много таких примеров, когда Иисус сказал, иди, возьми грязь, помашь. Да, в Библии много примеров, когда ты что-то сделаешь. То есть, какое-то действие. Да, там окунешься, несколько раз в воду, и все пройдет. Вот, и я просто поняла, что вот это мой способ. Написано, поверье ваше будет вам. Я верила в это. Я просто разбрахчу твое, иначе надо что-то в Библии. Ты пишешь, спорь, двяр, это вещь тебе будет дадену. Я свярла в твое. Мне очень понравился случай. Ты рассказывала, свидетельствовала, когда тебе врач сказал, что после химиотерапии у тебя все волосы выпадут, и психологически, чтобы ты была готова, да? Что ты ему ответила? Ну да, я как верующая сказала, что я и так после родов поправилась, еще лысая буду. То есть, помислих, без това след родовите на дебелях, сега я еще сомпляшива, как така. В Библии написано, что ни один волос не упадет с моей головы. Я помню описание этого, в Библии это пишет. Чинит у един косом нямада падни у головатых. Я сказала, не выпадут волосы. Я сказала на лекаря, нямада не падни кусата, я свярла в твое. И так и произошло. Не выпали. И так осталось. И он очень удивился. Удивился. И лекаря много своего чудеса, чинит у един косом не падает. Он, наверное, покаялся потом. Всего же покаялся после. Мы подарили ему, конечно же, молитву. Мы ему подарили ему молитву. А еще я слышала, что ты ходила по палатам. Вместо того, чтобы, может быть, лежать. И свидетельствовала людям, и дарила им молитву надежды. Ну, не ходила я, а лежала. Проходила лечение. Это я мысленно думала, что ты уже там ходишь. Нет, в палате было достаточно человек шесть. И каждый раз, когда ты проходишь лечение, каждый раз новые люди. И всякие подкаты у меня воедине. Лечение идут вдруг человек. Да, и я всегда рассказывала свидетельства о своем брате. И о свиноге им рассказывала свидетельство за мой брат. У него была алкогольная зависимость. То ему шел к холм на зависимость. И что мы только не делали. И как вольный смей пробовали. Ничего не получалось. Ничто не помогаешь. И что, когда он обратился к Богу. И куда-то то, если убран на Господь. Принял молитву покаяния. То и при ему литву-то на покаяние. И Бог его освободил. И Господь его освободил. И я говорила, что если моего брата освободил, он может вас исцелить. Я сказала, что он брат моего исцелил, может и вас исцелить. Для людей это был как ответ. И за хортотва бешево отговор. Слава Богу. Да, наверное, действительно, когда приходят трудные времена. Люди начинают искать Бога. Хорто за почву до 30 лет Бога. Да. Большинство. И, допустим, если брать такую статистику мою личную, там, из шести человек в палате. Я знаю, что ты в Болгарии очень много тоже свидетельствуешь, помогаешь людям. Даешь им надежду, мотивируешь их не сдаваться. Я знаю, что в Болгарии все что-то мотивируешь много хора, помогаешь им, если много активно, и свидетельствуешь на много хора. Ну, это мое было решение. Твоя бешево отрешение. Потому что, когда я не получила своего чуда, за что-то куга-то вас не получив моё это чудо, но делилась тем чудом, которое Бог сделал в жизни моего брата, но получив твое чудо на мой брат, асподелив сосечки. Я видела, как у людей в жизни происходят перемены. После того, как я получила своё чудо, я также не могла не рассказать другим об этом. И когда я делилась с людьми то, что сделал Бог в моей жизни, предлагала им доверить свою жизнь и ситуацию, в которой они находятся Богу. И когда я приняла решение рассказывать другим людям о своём чуде, и доверять их ситуацию и жизнь в руке Бога, в их жизни происходили также чудеса, и я поняла, что я не имею права это скрывать. Поэтому это такое моё решение, как написано, даром получили, даром отдавайте. Да, если я получила это бесплатно, что Масангу получила бесплатно, я говорю, что люди также могут это получить бесплатно. А сушту казамчих хорта, сушту могут это получить бесплатно. И я очень много видела чудес жизни людей. Я сам видела много чудесов в мой живот, поэтому я продолжаю тем делиться. Из-за этого продолжала он, господелям хорта. Я вообще заметила, что ты такой боец, да? Азабеля, захочетесь и боец. Мне кажется, чем обстановка вокруг тебя тяжелее, тем ты больше и ревностнее становишься. Как у твоей потешкой ситуации это притеп, только поревностнее ставишь. Ну, я думаю, что это, ну, как бы не от меня. Азабеля, че тване идут мэн? Потому что эту силу мне даёт Бог. За что-то та же сила мне дала, господь. Потому что в моей жизни я вот смотрю всё время вот эти вот горки, за что-то в мой живот. И я вот сама даже, ну, нет было у меня сил, я же говорила, да? Ко мне пришёл страх. Но Бог мне дал сверхъестественный мир. Я вела себя, как будто я не больна. Я в своих дружах, все одно не зомболна. Когда какие-то приходят ситуации, я доверяю их Богу. Азгид уверяю вам на Господь. И Он сверхъестественно даёт мне или мир, или обеспечение, или ещё какие-то вещи. И то есть сверхъестественным, да, Он или мир, или обеспечение. Я понимаю, что своими силами я бы не смогла. Я знаю, что и сейчас у вас тоже в семье нелёгкая ситуация. Я знаю, что многие думают, что когда иностранцы переезжают в Болгарию, да, ну, это им или нечего делать, или много денег, которые они хотят здесь потратить. Но это не всегда так, да? В основном это не так, да? Особенно, когда ты идёшь, приезжаешь сюда по призванию Бога. И всё, чем ты занимался до этого, здесь это не получается. И ты должен с нуля начать всё заново. И не знаешь, с чего начать. И не знаешь, от какого ты започнешь. И ты начинаешь вопиять к Богу. Это нелёгкий, да, момент в жизни, наверное. Да, я с тобой согласна, но я вот заметила, что всё это время... Я сам согласна, но, обаче, забелязав, че присял тут во время. Просто Бог, Он не оставлял ни без еды, ни без жилья, ни без... И не без одежды. Дом, ни без дрехи. И это сверхъестественно. И твое сверхъестественно. Я думаю, что многие сейчас, кто может потерял по каким-то причинам из-за этой ситуации свою работу, и если вы доверите свою жизнь Богу, если вы доверите животом на Господь, Он не оставит вас, как минимум без одежды, минимум без дрехи, без жилья, без дом и без еды, и без храна. Аминь. Мало того, ты ещё у нас лидер прославления в церкви. Освен Тваси лидер на прославлении этого в церкви-то. И ты приходишь в церковь, и ты ещё заряжаешь. И ты идёшь и на церковь, и тук заряжаешь. И ты даруешь радость. И ты подарёшь радость. Через помазание, которое Бог тебе даёт. Через твои песни, через твои помазания. Но это тоже решение. У вас существует решение. Потому что бывает приходишь, за что-то поняку и идёшь, а до этого у тебя там дети просто вергнули, всё перевернули. До дочи децата ты просто убына, как что-то сдадут на горе. Пламя какое-то между мужем там проскользнуло. Пламя между теплыми мужиками. Ну, ты всё это оставляешь. Но ты уставишь сычку твоего. Ты просто приходишь к Богу. И идёшь при Господе. Да. У меня, знаешь, я знаю одну женщину. Я спознала у меня одна жена. В Казахстане. В Казахстане. Она казашка. Тяя казашка. Она из мусульманской семьи. Тяла мусульманскую семейству. Она в прошлом наркоман. Тяя бишнаркуман. Наркодилер. Наркодилер. И она, будучи ещё неверующей, лежала в реанимации. Тяя была неверующей, лежала в реанимации. И она умирала. Тяя умирала. И во время комы, которую она переживала, ей пришёл Иисус. И когда она вышла из комы, она стала ходить по церквям и искать. И когда она пришла в одну церковь, она почувствовала, да, здесь Иисус. Она прошла там реабилитацию, как наркоман. Вышла замуж за служителя. Сейчас она является женой и помощницей пастора. И что я заметила в ней, это такую жажду к жизни. Я вижу в тебе тоже огромную жажду к жизни. Ты радуешься жизни. Ты радуешься жизни. Несмотря на то, что вы проходите какие-то трудности, у тебя какой-то дар, я бы так сказала, от Бога, поднимать, дарить людям радость. Есть такое, да? Возможно, конечно, у каждого свои дары. Всякий съем свой дар, твое возможно. Но самый для меня ценный дар это то, что в моем сердце живет Иисус. Потому что без Него я бы не смогла. Даже сейчас такое время, сейчас даже церкви закрыты, да? Сега церкви теса затворены. И если мы не научены иметь это личное общение с Богом, знать Его Слово, потому что именно Слово Божие было основанием и победой в Маншисне. Когда приходили мысли, я говорила, я не умру, но буду жить. И рассказывать всем о чудесах. И рассказывать всем о чудесах. Что ранами Его я исцелена. Что я увижу детей моих детей. Что я, что видя децата на децатами. Когда были проблемы у моего мужа. И когда мы жить, не имаши проблемы. Я провозглашала первый Псалом. Аз просто провозгласяла первое Псалом. Что блажен мой муж, который не ходит на совет нечестивых. Я провозглашала все благословения, которые Бог обещал нам в Библии. И я думаю, что самое ценное это иметь его в сердце. И знать его лично. И это то, что помогает мне жить. И радоваться. И не смотря ни на что. Потому что печалится. Много есть причин, чтобы печалиться. Жалеть себя. Да. Вот хоть сейчас я могу рассказывать. И вы все будете сейчас печалиться. Я же тебе рассказываю висечки, сейчас и тюни. Как все плохо. Палку висечку и лошу. Но Бог, он говорит о другом. Но Бог указывает другую нечто. Что все временно. А его слово временно. А не вот это слово вечно. Что верующему все содействует ко благу. Че заверващи всичко его благу. Поэтому основной принцип быть верующим. Из-за два основных принципа да будем вервашти. Мы не подготовили салфетки. Не подготовили салфетки. Но и в завершении, Людмила, что бы ты посоветовала нашим телезрителям? В завершение, какого бы посоветовала на наши телезрители? Вот если кто-то проходит какую-то ситуацию тяжелую или может быть заболел или может быть потерял что-то? А кое-какую применала признай как бы тяжкая ситуация, а кое-какую болен от нечто или я загубил нечто? Что бы ты посоветовала людям, которые нас смотрят? Но прежде всего это примириться с Богом. Да, и на претедысе примиримся с Богом. Как я говорила, что верующему содействует ко благу. Как ты вече казах, че на верующих содействует ко благу. Оно никак не поможет. Поэтому... Поэтому я предлагаю произнести молитву примирения с Богом. Да, изречем една молитва за примирение с Богом. Которая вам поможет в жизни. Куя душ тебе помогни в ваше живот. Это простые слова. Вы можете закрыть свои глаза там, где вы находитесь и вместе со мной сказать. Отец Небесный, я прихожу к тебе и я осознаю, что я грешный человек. Я прошу тебя прости все мои грехи. Прими меня как свое дитя. Я верю в тебя, что ты умер за меня, что ты воскрес на третий день и что ты даешь мне вечную жизнь. Я благодарю тебя за твое прощение и за твое исцеление и за вечную жизнь и за вечный живот. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое, Людмила. Благодаря тебе много, Людмила. Я думаю, что это прекрасное свидетельство в это неспокойное время. В смысле, что твое прекрасное свидетельство в твое неспокойное время. Пусть оно принесет мир и покой в наши сердца. И некото донесе мир и покой в наши сердца. Еще я бы хотела сказать я рассказываю своим друзьям с рассказом на моих этих приятелей, что если у вас есть дома пылесос и чтобы им правильно пользоваться, вам нужно прочитать инструкцию. И также Бог дал нам жизнь и дал нам инструкцию. И это Библия. Твое Библия. Это Слово Божие. Твое Божие – это Слово. Это то основание, на котором вы можете строить свою жизнь. Если будут приходить всякие плохие мысли, как приходили ко мне, у меня была инструкция, что делать и как действовать, и что до сих пор помогает мне радоваться, несмотря ни на что. Дорогие, одевайте красивые и светлые одежды. Наслаждайтесь солнцем. Мужья, приготовьте женам вкусный кофе. Жизнь продолжается. Аминь.